Коронавирус убивает малый и средний бизнес. Сложная экономическая ситуация внуждает предпринимателей свертывать свою деятельность. Бизнесмены уверены, что государство должно активно вмешаться в ситуацию, иначе итог может оказаться плачевным. В проблемы малого и среднего предпринимательства погрузился Дмитрий Гаврилов. Все было очень хорошо, то есть продажи шли, у нас компьютерная техника продавалась. И в связи с коронавирусом и обвалом экономики сейчас приходится закрываться. Пришлось всех сотрудников отпустить пока в отпуск без содержания, и закрыть магазин на время до разрешения ситуации. От былого успеха почти не осталось и следа, рассказывает Дмитрий Черемных. В подвешенном состоянии его бизнес уже находится несколько недель. Доллар подскочил, людей отправляют на карантин. Падает спрос. Покупательская способность заметно снизилась, потому что товар очень сильно подорожал. То есть как и для нас в оптовой цене, в закупочной, так и для них. То есть все равно есть какая-то накрутка, мы ее делаем, и поэтому товар стал более недоступным для людей. Предприниматели по всей стране уже бьют тревогу и просят оказать хоть какую-то помощь малому и среднему бизнесу, будь то налоговые каникулы или субсидии на аренду помещения. Вот что на этот счет написала основатель сети семейных кафе Анастасия Татулова на портале Forbes. Что с вами, господа чиновники? Влезайте из своих машин, из прекрасных офисов в Сити, из загородных резиденций. Выходите из карантина, приходите к нам в наши бизнесы, посмотрите в глаза нашим сотрудникам. Вы там наверху даже представить себе не можете, с чем мы столкнулись. Такое мнение разделяет и пермский общественник Александра Гуляева. В социальных сетях она разместила пост со статьей, а также оставила свой призыв поддержать малый бизнес. Закрывшись дома на несколько недель и не предпринимая никаких социально активных действий, связанных, так скажем, с потреблением нашим обычным, мы можем оказаться в ситуации, когда через две недели наша любимая кофейня закроется, я не смогу купить сырники в любимой лавке. В отсутствие мер правительственной поддержки среднего и малого бизнеса, только мы сами можем сделать что-то, чтобы мы все-таки смогли пережить это время. Эксперты считают, что бизнесменам следует готовиться к тому, что ситуация будет стремительно ухудшаться. По мере возможности необходимо задумываться над антикризисной программой, которая бы позволила бизнесу как минимум сохранить себя, а как максимум постараться воспользоваться теми условиями, в которых оказался рынок. Только государство сейчас может помочь большинству компаний, и только того, какие будут приняты меры, и в первую очередь меры поддержки государственной будут зависеть глубина падения и соответствующее количество тех, кто останется на рынке или разорится. Первые меры по поддержке малого и среднего бизнеса уже приняты президентом России Владимиром Путиным. В ближайшие полгода отсрочка по всем налогам за исключением НДС будет предоставлена предприятиям малого и среднего бизнеса. Также компании, которые оказались в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам, также на ближайшие шесть месяцев. Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.